как нарисовать яркий мандарин мандарин это по сути шар поэтому и писать мы его будем как шар посмотрите я светлым желтым намечаю самую светлую часть затем беру оранжевый и иду в полутень там где у нас будет жопка мандарина я намечаю тем же цветом что и блик то есть светло-желтый и буквально остатками краски я решила смешать соединение между желтым и оранжевым потому что в акварели мы ценим именно вот эту плавность перехода одного цвета в другой теперь набираем такой яркий оранжевый и закрываем остальную часть нашего мандаринчика пройдусь еще раз по некоторым местам чтобы добиться плавности переходов одного цвета в другой теперь я смешала оранжевый с капелькой красного дабы получился самый темный оттенок оранжевого и кладу его на самую теневую часть рефлекс мы рисовать не будем поэтому смело кладем тень на этом первый слой закончен и можем приступить к зелени в зелени что самое главное это не стесняться мешать множество оттенков у меня это и светлый зеленый и такой бирюзовый и болотный оттенок в общем то на свой вкус листочек я начинаю писать смешивая желтый зеленый и немного охры теперь заполняю нижнюю часть таким болотным зеленым оттенком и заболевание и на стыке соединения мне захотелось добавить бирюзовый прорабатываю еще раз вот эту верхнюю часть моего листика чтобы не оставить ее такой простой что ли снова приступаю к мандаринчику и делаю такую черную жопку ему просто ставлю точку теперь снова возвращаюсь к темному оттенку оранжевого это оранжевый плюс красный можно немного коричневого не суть важна важно то что нам надо передать вот эту пупырчатость кожуры так что я просто ставлю много много маленьких точечек возвращаюсь к листикам некоторые части мы с вами не дописали я это сделала специально потому что в акварели если хочется четкости то надо дожидаться пока высохнет рядом лежащий слой потому что акварель конечно же потечет это теневая часть нашего листика и я ее заполняю самым-самым темным болотным таким красивым оттенком и даже немножко черным ну вот и все мы закончили наш яркий мандаринчик такой мандарин может стать потрясающей новогодней открыткой если написать туда какие-то пожелания или с наступающим новым годом если вам понравился мастер-класс напишите об этом в комментарии и я вас также поздравляю с наступающим новым годом мастер-класс напишите об этом